Мы поехали. Поехали. Возвращаемся в ночной Сан-Рафаэль. Мюзик. Первое ноября. Музик, плей. Сейчас. Сейчас я объявлю, какая у нас сан-Рафаэль. Включу музыку. Тот, что, клад-клад, со своим гулём едут по ночным улицам Сан-Рафаэля на север. Сьюзан молча, ждёт, пока ты начнёшь ей что-то рассказывать, пока вы по 101-ой Афастраде двигаетесь в сторону Норматом. Ладно, начну по порядку. В принципе, вчера всё поначалу ушло хорошо. Я даже исполнил ту штуку, которую собирался. Я упоминал. Но... В общем, в принципе, ничего страшного не произошло. Мне Фанни подарила какое-то очень странное ожерелье, которое чем-то странным отдавало. Я даже не знаю, чем. И в принципе, ничего, кроме того, что произошло. Вот только у ребят начались проблемы. И как-то это всё меня сильно напрягает. Я поглядываюсь по... Будто кто-то может нас с обочины подслушать в едущей машине. В общем, я не знаю. Может быть, это ничего такого. Но я думаю, что лучше отлежаться, потому что так или иначе проблемы ребят могут быть возможно связаны с нашими или ещё что-нибудь. В конце концов, мы уже довольно известны в городе как работающие вместе. Так что я тебя не хочу где-нибудь залечь. У твоих друзей проблемы тоже из-за меня? Давай начнём с того, что мы в эту ситуацию угодили не то, что по твоей воле. Так что если ты сейчас собралась заняться самопичеванием, то это не лучший момент. Всё, что мне реально тебе сейчас нужно, я тебя очень прошу, ты должна где-то пересидеть. купи Бернерфон и не знаю, я тебе сброшу что-нибудь из смс, в кем ты мне позвонишь. Я не буду ничего сообщать по твоему телефону и так далее. Не лучший способ, но мы можем в принципе остановиться и купить Бернерфон. Я помню твой телефон. это хорошо, что ты помнишь его. А если я захочу с тобой связаться? Я могу купить телефон или прикидываю, где-нибудь здесь есть. Я прикидываю, есть здесь место, где я могу Бернерф купить. Ты можешь заехать на ближайшую автозаправку по дороге, да? Ну вот, собственно говоря, в таком случае мы заезжаем на ближайшую автозаправку. Я особо не задерживаюсь. Хорошо, вы купили Бернер. Вы купили Бернер. Да, окей. Собственно говоря, я... У тебя есть ее номер. Обменялись номерами. Вот. Собственно, я попросил ее выключить ее мобильник. Она не только выключила мобильник, она еще и вытащила из него батарею. Я, как ни странно, догадался, зачем он это делает, но буквально немножко пылью покрылся. Сразу он не догадался этого сделать. Точно так же. Вот. Ты говорила что-то про новости. Что там было? Желательно поподробнее. но новости следующие. Я сейчас там много всего. Я смотрю только то, что может быть чем-то как-то связанным. Но несколько человек в больнице, как я уже говорил, с истощением, кто-то пользовался наркотиками, у кого-то просто какие-то проблемы. Из-за того, что ты мне раньше рассказывал, я могу предположить, что кого-то там не слишком сильно кто-то упущил. Их много. Достаточно. пропал 16-летний подросток. Чернокожие пацаны из района. Родители встрепенулись, потому что говорят, что он хороший парень, спортсмен, собирался куда-то поступать. Родители сразу забили тревогу, когда он не вернулся, он собирался на этот баланс карат, говорили, что нашел способ туда попасть. И его собственно сейчас всем городом собираются искать. И в связи с этим на вид парковки Тони? Тони Смит? Тони. 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 Тони Смит. Тони, да. Тони. Хорошо. И нашли как на крови. Еще что там? Где? На парковке. На парковке рядом с недостроенным торговым центром, где у вас все было, там вроде как сидит, гости парковались или что-то такое. Какой на вид парковки? да, там всякие пафы не очень. Я не знаю, как так сказали. Хорошо. В общем, вроде как прямого отношения никто к мероприятию это не имеет, но очень много шума, очень много шума вокруг того, что вы сделали. место было шумное, да. Ну, я надеюсь, что все по пизде не пошло. Мы хорошо готовились, ты сама знаешь. Ладно. В таком случае я сейчас должен ехать помогать друзьям. Недостаточно хорошо готовились, да. Я понимаю. Я понимаю. Я сколько будет нужно не показываться? Сколько будет нужно не показываться? Хотя бы пару дней. Лучше тройку. Пока я тебе не позвоню. Да, конечно. Ты сможешь это сделать? Ты можешь, да, я смогу, но ты можешь позвонить и не благодаря тебе? Сегодня. утром. Я обязательно хочу знать, что происходит, я хочу знать, как же может быть полезно. Хорошо. Ты меня куда-то конкретно везешь? Нет, сейчас я буду вынужден предоставить тебе саму себе. Я думаю, ты справишься. да, конечно. Хорошо. В любом случае я нахожу какое-то место, опять же, не такое, чтобы это была темная подворотня, чтобы это было нормальное место, куда можно добраться до города. Времени еще сколько там, девяти получается, нет. что ж, ты куда-то хочешь, ну, хорошо, просто в подворотне в принципе найти сложно, в подворотне высаживать. Я даю себе отчетно, что она. Ладно, в общем, высаживаю ее. Собственно, пообщавшись с Hasus ты ловишь себя на том ощущение, что ты и сам стал предельно собран, немного нервозен, но при этом полон решимости что-то делать, даже если ты толком не понимаешь в чем это что-нибудь должно заключаться. И здесь мы ненадолго вернемся к сетитам, которые вышли на поверхность. Я сразу же на самом деле... Вы... Продолжай, пожалуйста. Вы находитесь на спортивном складе школы новато. Там же, где вы идеально помните это место, сзади практически ничего не поменялось. Вы выходите наружу или вы мещении остаетесь? Выходим наружу, я думаю. Выходим наружу, да. Собственно, вы наблюдаете, что на парковке помимо ваших машин при ухищении аспектом. Когда вы приезжали вчера, не было никого. Собственно, на приготке вы вышли из спортивного сооружения, вот прямо перед вами располагаются маленький стадиончик, ухл, по сути, более несколько видов кресел, и сама школа, в которой до сих пор еще горит свет местами. По близости людей нету, на стадионе свет не горит, там есть искусственное освещение, но сейчас это выключено. Вам темно и комфортно. Пойдем машину мою. хорошо. Слушай, тебе не кажется странным, что Фарук голоден, и то, что он сказал об этом тоже странно. И вообще, Макс, у меня ощущение, что ему сейчас совсем стало на нас наплевать, либо что-то с ним не так. я can't help you. Понимаешь? он даже не спросил меня ни о чем. Пострадала ли я. Он вообще даже со мной не разговаривал. Я понимаю, что я, конечно, провинилась, да, но как-то это вчера он говорил что я буду вести его дела и так далее. Какие, кое-какие. Так, Флани, послушай меня, пожалуйста. То, что сейчас происходит, немножко крупнее, чем мы с тобой. Хорошо? Мне нужно позвонить Блаку, мы договорились с ним с родительством. и давай мы с тобой потом об этом поговорим. Здесь все немножко больше, чем ты, понимаешь? И никто ничего не ставит тебе в вину. У нас есть проблемы покрупнее, но я попробовал их решить. Я звоню Блаку. Мы сидим у меня в машине. Да, пока да, мы сидим в машину, когда Макс прерывает разговор с тобой. Ну, Фаня вспоминает, что Сир сказал им решить их проблемы самостоятельно, пока он будет заниматься своими делами. И Фаня как цепляется за эту мысль, что, возможно, он не то, что забил на нее, возможно, он просто хочет, чтобы она смогла доказать, что она сама способна решить то, что в нем происходит. Он показался ей достаточно тяжелым состоянием, показался ей другими проблемами. Это я понимаю. Все равно I can't help. У Фани есть свои предрассудки, у нее есть какие-то то, что она о себе додумывает элементарно. как бы... Это просто мысль, которая пришла, она проанализировала всю вот эту сбивчивую речь Сиро, и мы переходим к звонку Максимилиану до этого, потому что из уважения по руку, которая не хочет, чтобы мы с кем-то делились этим местом. И я параллельно, когда я говорю адрес, я Фанни Хопу по плечу и показываю ей вести машину. Я думаю, что я тронусь, как только он вообще начнет говорить, это даже как бы не обсуждается. Ну, собственно, вы выезжаете на бульвар Наватно, это достаточно длинный бульвар, который начинается с развязки 101-ой автострады, заканчивается развязка 101-ой автострады. У нас бы это назвали дублюором. Вы можете отъехать достаточно далеко хай-скул и, допустим, назначить встречу на съезде с развязки, которая ближе к Александру Файлову. Хорошо, так мы и делаем. Я говорю в главе, что мы будем там буквально через минутку. Хорошо. Собственно, рядом вы проезжаете между милыми, достаточно любыми, хорошими домиками, подъезжаете к автостраде, и машина блэка вас уже ждет. Я выхожу из автомобиля, стараюсь выйти как можно скорее из зоны, которая освещает фары. Я выключаю фары. У блэка тоже есть фары, наверное. Но я выключаю свои, вставляю только габариты. фары. не знаю про ваши клановые недоставки. Blacklight видит, что подъехал зелененький Ford, который он однозначно опознал как машину фарник. Они подковались, выключили фары. Вижу что-нибудь интересное на этой машине. Я отвлекаю Blacklight от его Investigation Roll, бесконечно раскручу ему в водительское окно и показываю типа скручивая баранку. В смысле скручивать баранку? Ну напусти стекло. Я выхожу и спрашиваю скручу окно. Я открываю дверь. посещаю. Где? Кто где? Кто где-то? Фанни машине я здесь. сейчас метался. Мы это ему отвезем. Он у нас не в тачке. Ты как? Я? Я голоден? Можем поехать поохотиться после этого если ты не против. Только мне нужно передачать. взял достаточно крови чтобы саму попить. уж меня извини. все я благодарю за то что есть. Ты подождешь какое-то время? Хорошо. Естественно. Я показываю Эпифани рукой выходить из машины сиди я выхожу из машины и о чем дискуссия посреди давайте заниматься делами. Да давайте сейчас отъедем куда-нибудь я поеду и можем заниматься делами. хорошо вы справитесь вдвоем на Макс поезжай тогда сблакай Нет Фанни Фанни подожди ты не могла подожди 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 ты подожди ты Фанни не могла бы ты отвести жидкость по назначению потому что мне пожалуй стоит поехать встретиться с парой людей узнать что происходит в городе это тебе сделало побожди ладно хорошо хорошо я это сделаю спасибо во первых я сейчас себе я собственно открываю коробку смотрю как это все упакован полагает блокпеки это блокпеки тебя не слышно тебя не слышно не слышно алло не слышно слышно это блокпеки да тебя не слышно снова вообще ничего ничего не делал только зашел все я слышу алло хорошо продолжай пожалуйста ты открываешь коробку и там действительно чуть больше десятка пакетов медицинской крови с маркировкой госпиталя УКВ Марин я забираю где-то половину собственно оставляю один галлон который я собственно и для ребят делал вот слушай Макс я тебе сразу должен сказать что я заплатил за такую срочность наш докторишка вообще не интересовался тем что происходило у нас вот я не знаю как бы как ты к этому отнесешься но я им толкнул то что ты что ты ранен не знаю что с тобой произошло я везу кровь тебе это правильно это хорошо это это неправильно это именно то что то что и ты продолжай гнуть эту линию продолжай я знаю короче это все выглядит очень хаотично на самом деле у нас есть план какой-никакой который я не посвящен мы только увиделись Блэк Лайт ровно две минуты назад просто кручусь на месте жертвы и показываю всем заткнуться я кладу Блэк Лайт руку на плечо и говорю пока что наша идея в том чтобы распространить информацию о том что с нами конкретно произошло вчера по-разному чтобы понять откуда наши враги могут получать известие в этом и заключается план поэтому доктор бы сказал что я ранен кому-то я скажу что еще в общем куда ты сейчас едешь после этого я если честно ехал сюда в принципе я могу подвести тебя я забираю коробку складываю в багажник ну что ж я тогда поехала да 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 я не слышу меня короткий вопрос куда Блэк Лайт делал галлон кроли пакетом я собираюсь его оставить у себя я собираюсь его а? в смысле я в транзите у себя сижу рядом нет? он у тебя просто лежит я скорее всего себе просто отсыпал я сейчас собираюсь наесться просто 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 обжираться собираюсь 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 сделать а коробочку у тебя в бюкзаке я забрала все да коробочка нет коробочка моя хорошо я благодарю буквально за то что он меня подвезет если ты не слышу вот и я как бы вальярно засаживаюсь в на пассажирское сидение вот выключаю выключаю свет над собой на всякий случай и в общем-то шту пока Блэк сядет в тачку он не выходил я не выходил из нее но скорее всего я просто-напросто реально просижу и я буду пить кровь ты не против если я сейчас да пожалуйста кушай не здорово поужина окей занимаюсь я уезжаю молча обратно я хочу минимализировать свой визит туда то есть Фаня абсолютно как бы рассержено что ее опять послали за вот этими она на самом деле обижена на Макса то что он знает что ей некомфортно сейчас общаться с Сиром он ее обратно туда отправил а сам поедет охотиться ну и пусть я буду в общем-то самостоятельно собственно я еду отвозить кровь это что я еду вся езда занимает у тебя чуть меньше минут ну соответственно ты пребываешь на место находишь дверь на спортсклад чуть-чуть приоткрытый и люк в убежище тоже открытым ну на ширину не знаю чуть больше чем открытая ладонь я серо внутри нет да ну там абсолютно тихо то есть самые громкие звуки которые ты слышишь это звуки с первой атмосферы где-то полкилометра от тебя я заглядываю в люк и говорю эй кто-то есть понятно я включаю там там темно да полностью да ну сейчас выключи я делаю вот что я беру телефон и звоню Сиру на мобильный мне интересно если если там он зазвонит внизу то что-то не так и мне надо оттуда текать а если нет то я просто сделаю пару гудков и сброшу ты звонишь Сиру происходит пару гудков ты даришь телефон звонка ты не слышу что-то что-то я включаю фонарь на телефоне и смотрю туда вниз ты видишь собственно в небольшом луче света все так же в общем останки тела Ника все так же безблизно лежащие там же деревья вы их оставили в той же позе ну что ж в таком случае я открываю люк и хочу он открывается легко без скрипов спускаешься да все то же самое помещение бетонная коробка все тот же запертый металлический шкаф в углу чик-чик панорама шот чик-чик сделал у тебя теперь есть фотографии помните три на четыре бетона хорошо хорошо я оставляю кровь в таком случае и закрываю люк после этого и ухожу нафиг оттуда ты закрыла люк ну конечно я закрыла люк что за безответственность оставлять его открытым если туда кто-то зайдет открытым хорошо ты стоишь посреди спортивного склада пристаешь посреди спортивного склада в полной темноте я иду к машине к своей оглядываясь по сторонам ты обращаешь внимание что в сторону школы трава на газоне сильно примята я набираю номер макса в стиле вот так вот быстрый вызов карамач и ускоряю шаг как бы быстро иду к машине хорошо где я в этот момент получаю озену ну соответственно вся эта манипуляция с учетом панорамных слимитов занимала у Фанни ну немногим больше 5 минут соответственно вы в это время все еще в машине пока была один за другим опустошает пакетики с кровью я смотрю угрозу чтобы ему было некомфортно не делиться с друзьями вот и отвечаю на телефон дай мне ну Фарука здесь нет почему-то люк был открыт и тут трава примята на газоне очень странная может он пошел охотиться люк открыт очень странно я оставлял его ключи ладно я проверю что здесь не так будь осторожна пожалуйста да 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 лучше знаешь что я сбросила просто да 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 что ж я я делаю еще несколько снимков на самом деле травы соскучка естественно ну да I guess нет тебе немного некомфортно от яркого света ты обращаешь внимание что следы как будто изливаются то есть это не похоже не похоже на то чтобы что-то тащить это что-то странное я иду по следу я иду по следу я иду по следу сверх поднимается в сторону школы по нему ты доходишь соответственно по лужайке до забетонированной площадке непосредственно перед школой где след теряется в школе огней горит уже сильно меньше вот это не очень длинное двухэтажное здание двадцать два с половиной можно ставить этажа соответственно есть центральный спор он сейчас двери закрыты там есть еще какие-нибудь участки травы где могут быть следы но вокруг школы все забетонировано трава была мокрая то есть там есть ноябрь вполне возможно что трава была мокрая хорошо я включаю дождя дождя вчера не было ну роса естественно воздух воздух роса вечером воздух влажный трава 9 вечера 10 час не важно да трава достаточно влажная хорошо я включаю фонарь на телефоне держу его подальше от тебя и смотрю на бетон если это свежие следы то какие пытаюсь найти кусочки травы, грязи, что-то сам, сын. Ну, не сразу. Тебе удается найти действительно более влажный кусок асфальта. И ты отслеживаешь седы дальше. Они ведут к торцу. Школы. Ты сейчас практически перед ходом. Прекрасно. Я следую по следу. Ты доходишь до соответственно открытого на опроветривание окна, рядом с которым след обрывается. Обследовав окно, ты находишь кусочек травы в окне. окно открыто находится. Я хочу заглянуть в окно. Там темно. Это темное помещение. это класс. Это класс школы. Ты видишь, что дверь в классе приобретена. За ней горится? ты вспоминаешь, что на первом этаже свет не горел практически везде. Я не знаю, как это интерпретировать. с одной стороны, что как бы Сир пошел охотиться, но в школу за детьми это как-то... Ну, в это время в школе много детей. Ну, и зачем охотиться там, где у тебя секретный хайдаут? Это очень странно. Я думаю, что я приеду туда позже. Собственно, ты слышишь, что в школе есть какое-то задвижение, постояв там достаточно небольшое время. Кто-то ходит по второму этажу, откуда-то издалека начинаешь слышать звуки работающего телевизора. Хорошо, ты собираешься приехать туда позже, что ты делаешь прямо сейчас? Я еду домой. Я еду привести себя в порядок. Хорошо. Ты оставляешь. А музыка у меня сейчас сломалась? Нет. У меня сейчас все проблемы с музыкой. У меня не было проблем с музыкой, когда это не слышим. А вот снова слышу. Окей, что-то страшное, странное. Я просто не слышу собственную нелыку и меня это немножко натягает. Файл спускается с приборка, на котором находится в школу. Садится в автомобиль и двигается в сторону Сан-Рафаэля. Чем занимались в сторону убежища? Правильно, по-моему? Да. Чем занимались в это время вы двое? в общем-то я поблагодарю блоклайта за один или за два пакета крови, которые он мне дал. Один такие или два? Сколько? Да. Я напиваюсь до собственно до отвала. У меня был опять в крови. Я истинный выпил. Два осталось. Ох. То есть два пункта мы куда добавили? Да. Доклайс в полном, а у Макса по-моему у Макса 7. Погоди 5-5 выпил постойку. Я, наверное, сейчас всех спешу, но по математике у меня 7 до отвала. Тогда ничего не остаётся. У тебя какое поколение? Сикар. Спойлер. Просто как бы я little bit desorant короче. И ты говорил что один галлон это 7 7 литров, да? Да. У меня остается выделом. Не, я Максу один в любом случае оставлю. Хорошо. То есть это как бы в любом случае. У Макса 6. Все. сошёл пикинг в какой-то рейке. Окей. Артём, кстати, сделай микрофон погромче, если можешь. Я очень плохо слышу. В общем-то, Макс сын-то улыбается и благодарит Black'a за 3. И знаешь, я, пожалуй, побаиваюсь пока что ехать обратно к себе домой, потому что у меня там машина забыла в конце концов. Разумно. Буквально вчера. Поехали к Анне Марии. По пути я хотел с тобой кое-что обсудить. О, я очень рад, что ты наконец-то захотел что-то со мной обсудить. Ладно, рулю в сторону города. Жду, когда он наконец начнет что-то рассказывать. Black, короче, то, что вчера произошло, ни у меня, ни у Эпифы, ни в голове не укладывается. Ник напал над ее с ножом, она говорит, что он был как будто во фрэнде, что не имеет никакого смысла. у меня пришла такая мысль в голову, что возможно его прокляли. Дурок. Так, прокляли. А далеко сейчас что-то? Далеко ли он? Форок, и Форок не хочет никого видеть. И я, тем не менее, мне кажется, мне лучше ничего с ним не делать, когда он пойдет в себя, мы должны его вместе осмотреть. Что меня просто если бы у меня был он, то можно было бы попробовать посмотреть, что с ним. Я бы мог попробовать посмотреть, что с ним. У меня есть номер, на который ему последний раз звонил. Может быть, мы сможем что-нибудь с этим я ничего не могу сделать. Хорошо. Собственно, продолжай. Это симпатическая связь, как-никак, хоть и слабая. В общем, у меня пришла в голову мысль, что, возможно, мы стали единственными, кто подвергся атаки. Меня пытались зарпать, они пытались зарядить, но я так и не сказал, что пропало. один предмет, который я не хотел, чтобы пропадал. Я, честно говоря, не знаю, что это такое. Ты не знаешь, что это такое в физическом смысле или в метафизическом смысле? В физическом смысле это всего лишь ожерелье из малахитов. А в метафизическом я не знаю, что это такое, но это совершенно точно не просто безделушка. На ней было что-то очень тяжелое. Я не знаю, магия это или что-то другое. у меня не было возможности как-то хорошенько его исследовать. Вот. Собственно говоря. Я так прикидываю. Собственно говоря, меня Фаня попросила не говорить. Мне его подарили. Внезапно. Окей, хорошо, хорошо. Не мое дело. Я не буду лезть в свое дело. Подарили, это подарили, птица принесла. Воробей такой не принес. Не важно. Все, что я о нем знаю. Я знаю, что оно старое, я знаю, что оно с какой-то историей. Все, что я о нем знаю. Но, ты знаешь, мне кажется... Кто своего решил перераспределить в свою пользу, скорее всего, мог отличить обычное от необычного, что уже дает очень крупный намек. Это я тебе как пить дать скажу. пить дать спасибо, Да, уже дал. Он не только смотрел на этот амулет, он еще кое-что искал, но этого он не нашел. Так скажем, одну из моих вещиц. Блать, я понимаю, что я непонятный, непонятный диацетит, и что доверять, и не себя не уважать. Но ты должен дать мне немножко больше, чтобы я хотя бы мог поставить логическую конструкцию в голове. Хорошо. есть кое-что один, кое-что два, и он же начинает путаться. Хорошо. Хорошо. Ладно, ты меня убедил. Но взамен я рассчитываю на какую-то подобную откровенность потом. Я создал достаточно интересную вещь на той вечеринке. Помнишь, что представление? Так вот, скажем так, это было не совсем представление. Это было не то. В общем, я создал резервуар. Он способен помогать творить заклинания. И я, скорее всего, думаю, что кто-то мог заметить то, что я что-то делаю, кто-то мог даже заметить то, что это вечно мне. Есть предположение, что он лез вовсе не из этой. Да, это кто-то совершенно точно знакомый с нашим ремеслом. Я понятия не имею. Может быть, он лез все-таки за этой хреновиной, не знаю, что это такое. Может, он лез за моей вещицей. Но в любом случае, так или иначе, и так, и так, он посмотрел также и на то место, где был этот предмет. Его он не забрал, потому что он был при мне. Хорошо, давай подумаем. Я понятия не имею. Кто вчера выглядел подозрительно? Кто не выглядел подозрительно? Виновата. Вэл выглядела подозрительно. Вэл всегда выглядел подозрительно. Ну, но ее подозревает барон. Что-то ему в ней не нравится. Возможно, не просто так. Она все время исчезает очень вовремя. Более того, кстати, вот, пока не забыл. Мы не так уж чисто провели нашу вечеринку. Я так немножечко даю ему понять, что это скорее в его огород камень. Ты в курсе то, что несколько людей загремело в больницу? И что они обычно на любом районе кто-то должен загребить в больнице, иначе это... А если у кого-то из них не хватает, ну, скажем, литра крови? Помнишь, мы хотели сделать систему у нас в такой случай, чтобы все было чисто? Ладно, не это даже важно. Пропал еще мальчик-подросток. Чернокожий некий некий Томми Смит. Я понятия не имею. Может, его просто умыкнул какой-нибудь, не знаю, какой-нибудь педофил. Но это точно так же бросает на нас тень. И если ты хочешь спрашивать, что было странное, вот еще пропал мальчик-подросток. Понятия не имею, связано или это как-то с нашими проблемами. В эти специфик. Слушай, знаешь, что... Я ничего не откидываю. Давай-ка вернемся к моему Хавану, посмотрим. Машину, скорее всего, уже убедили. Может, расскажем, что я в банке. Посмотрим. А пока, знаешь, я, пожалуй, тебе еще одну откровенность скину. Я вообще не хочу, чтобы вот это было секретом. У меня есть предположение, оно маловероятное, но тем не менее, что атака на вас как-то может связана быть с моими проблемами. скажем так, вы от кого-то бежали. Я тоже от кого-то бежал, Сан-Рафаэль. Я не люблю об этом рассказывать, но сейчас, когда вы, в принципе, можете теоретически попасть под удар из-за меня, я, пожалуй, должен сказать. Так скажем, помнишь Сьюзан? Это та девушка, из-за которой ты на меня посматриваешь ухаризненно. В общем, однажды она пришла ко мне за помощью. Ну, знаешь, за помощью. Я, как ни странно, хотел ее отшить, потому что у нее были вполне конкретные проблемы, с которыми я не мог помочь. Но, так скажем, она немножечко нажала на довольно больное место, угрожала моей репутации, и я решил все-таки что-то для нее сделать. В общем-то, ничего серьезного, я просто скинул с нее всякое говно, которое могли сделать ей смертные, сглазые, хуязые, все же, чего они боятся. Просто обычная чистка. Это можно сделать очень легко. Но, когда я закончил ритуал, что-то пошло не так. В общем, не буду вдаваться в подробности, на ней оказался символ. Маячок, татуировка, в которую явно было штыпшито какое-то говно. Я тогда перепугался, я подумал, что это хрень сдаст мой хевен, приведет ко мне. Я тогда особо не думал, я просто-напросто уничтожил эту хрень. И, в общем-то, в ритуале тоже все пошло негладко, и Сьюзан пострадала, сильно пострадала. Мне пришлось поить ее крови. И, опять же, я в тот момент просто-напросто подумал, что это могут быть тромеры. Ты уж извини меня, в Лос-Анджелесе у тромеров неплохой статус-кво, несмотря на то, что это свободный штат и все такое. И я слышал очень много нехороших историй о них. Я просто-напросто перепугался и понял, что нам пора валить. И я взял с собой Сьюзан, потому что я не знаю, почему я ее взял. И я иногда побаиваюсь то, что, возможно, все это говно реально связано со мной, а не с вами. Вот как-то так. Интересно. Это не венпро. Это больше вписывается в... Это просто не похоже на то, что на то, что аристократы делают. Они забрасывают проблемы деньгами. Это больше похоже на гориллами, а не заклинаниями. Да, это больше похоже на кого-то другого. Вот, в общем-то, такая тебе откровенность. Теперь ты знаешь. Ну что? Я ценю твои склонности. Спасибо. Я надеюсь, что ты не будешь пенять на меня. Хотя, возможно, и стоит. По поводу Сьюзан, да, я всегда говорил, что я не очень понимаю, зачем кто-то это делает, но это твоя ответственность, в конце концов. Мне тебя учить. Да. И когда ты решишь, в конце концов, ты перестанешь давать ей кровь, она может куда-нибудь уехать, к маме, к тете, и еще куда-то ее могут убить. Я понимаю твою мысль, но я не чувствую себя хорошо по этому поводу, но я понимаю твою мысль. Так что... Я работаю над этой проблемой. Я думаю, ты уже понял, что я работаю над ней. Если мы имеем дело с стримерами, я даже думать не хочу, потому что давай не будем брать сами к себе, нам с ним тегасы... У меня ощущение, что ее хотели просто-напросто остановить. Они рушили ее жизнь. Они просто-напросто разрушали ее. У нас гораздо больше общего, чем кажется. Ну, знаешь, мне тоже кажется, что Эпипа не хотели остановить, и она бы сейчас была красивой, богатой леди в Пентхаусе, но вместо этого она застряла в непонятной дыре с фарой сетитов. Ну, и давай. Кстати говоря, ты когда с ней говорился, не все было в порядке? Она в шоке. Да, она... Ну, могу себе представить. Она убила Ника. Хорошо. Его вместо лица теперь, черт знает что. После этого сложно чувствовать себя в порядке. Дерьмо. Ну, хоть могу предположить, то, что, видимо, Епифани может за себя постоять. Тем временем, за этим разговором, вы доехали до центра. Вы сейчас собственно у Сандра Криви Крик. Если вы свернете направо, вы пойдете на улицу, на которой стоит бар Прухов. Если вы свернете налево, вы попадете на набережную, на которой чуть подальше находится собственно этот клуб, в котором чаще всего можно встретить аммаринюк. Давай завернем к Марии и посмотрим с Елафеттом. А что ты хочешь узнать? Какой у него ничего? Смотри, я хочу поговорить с Жаном, что он думает, потому что у нас с ним сложились неплохие отношения. Я также хочу вынести свою теорию, на общее обозрение, то, что весь Домин под атакой, а не только мы. Возможно, что кто-то еще пострадал. О, да, ему, наверное, понравится. Если главное, что мне нужно, мне нужно, чтобы Жан был на моей стороне, если Гарри начнет, вместо того, чтобы решать комплексную проблему, крутить мне яйки. Я не хочу этого. Потому что они уже повернуты на 80, и сейчас лопнут. ты хотел вкинуть какую-то инфу. Мы будем это делать? Да. Анимарии я скажу, что я не пострадал, и что... К сожалению, это не та ситуация, в которой можно... Пострадал Эпифани? Например, пострадал Эпифани? Да, я скажу Анимарии, что пострадал нет. Почти то же самое, что ли? Нет, надо придумать. Давай. Что, что, что могло произойти при взрыве? Вы подъехали к тех... Знаю, кто-то оказался на блатбонде, возможно. Еще что-нибудь... Фару умер. Как я-то произношу... Фару умер... Но это... Нет, 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 нет... Это слишком... Очевидно, неправда, понимаешь, когда он выключить, то есть появится, и, знаешь, нет, это не... Знаешь, что, я предпочитаю импровизировать и не думать наперед. Пизду, пойдем лунду. Хорошо, ладно, я тогда буду просто помалкивать и изображать твую тень. Хорошо? Я смотрю на свою одежду, я вообще пролечную держу, по-моему, да, вполне, нет? Но хуже, чем обычно, ты в половине костюма Градс-Драку сейчас. Я расстегиваю, я расстегиваю рубашку немного, чтобы дать себе такой раббит лук, что как будто вот я бухал неделю и тут вышел свет, вот в такой вот, я абсолютно слаждаюсь абсолютно своим стрёмным видом, я собираюсь как бы использовать это Томай-2 ночи. Мы заходим внутрь. Хорошо. Много народа? Одну минуту. Тем временем вы... Фанни выехала на... Давайте дорожную бесценную закончу. Фанни выехала на 101-ю автостраду текло за вас. И проехав некоторое время, она обратила внимание, что за ней пристроился вставник Киарилла серого цвета. Шикарно. Я делаю вид, что я его не заметила. Я еду достаточно медленно. Как настоящий азиатский водила, я не умею водить. поэтому, несмотря на то, что я на автостраде, я плетусь. Затем, чтобы он со мной чуть-чуть сблизился, я могла очень внимательно разглядеть его номера. Хотя бы какие-то примерно... Не обязательно весь номер, но какую-то часть буквы, цифры. более того, ты можешь полностью запомнить его номер. Хорошо. Я вижу... Когда ты плетешься, он более того, он просто тебя отгоняет в какой-то момент. Отлично. Я смогла разглядеть водителя? Нет, водителя ты разглядеть не смогла. Это достаточно освещенная астрада, в салоне не очень много, но ты увиделся, там кто-то ездит за рулем. Хорошо. Прекрасно. Я сначала еду и я хочу проверить, действительно ли он за мной следует. То есть я делаю странные вещи в стиле съезжаю с автострады, заезжаю обратно на автостраду. То есть не сильно как бы не сильно полево, но как будто бы я типа в общем-то ну в общем-то я хочу проверить действительно ли смотри он проехал вперед тебя. Свернулся с автострады ты немножко плутал по холмам. Большинство понимаешь, я хочу, чтобы он за мной следовал. Понимаешь, то есть я не хочу его потерять. Мне нужно понять, главное, действительно ли он за мной следует. Поэтому если я съезжаю и вижу, что он как бы меня опередил, я как бы веду себя так, что как бы меня можно заметить снова. Я хочу вернуться на автостраду. Да, собственно, проезжает или нас, это уже северная окраина Сан-Ирфаэля, перед ним есть небольшое ответвление, ты туда сворачиваешь, он уже проехал вперед тебя, не уезжая далеко вперед от тебя ехал в пельги, когда ты сворачиваешь, он продолжает ехать вперед, но через пару километров ты возвращаешься на автостраду неподалеку от торгового центра и замечаешь, что он стоит на парковке рядом с торговым центром, на выезде через парковки эта машина стоит и что-то ждет. Я еду дальше. И когда он снова сядет ко мне на хвост, я делаю вот что. Во-первых, я вспоминаю свои знания криминалу и примерно пытаюсь прикинуть, на автостраде должны где-то быть патрули, хотя бы мотоциклисты, они иногда там бывают. Собственно, я пытаюсь прикинуть, где я могла видеть ближайшие патруль. И в общем, что я делаю? Когда я это прикидываю? Если мне удалось это прикинуть. Ну, смотри, ближайший патруль ты проехал, наверное, когда сворачивала как раз перед, на последнюю развилку перед Белинасом, потому что они стоят за городом, то есть, конечно, этот город проходит автострада, но в городе на основном насколько ты знаешь, в городе просто свои полицейские, а в округе свои. Даже дороже. Хорошо, я пытаюсь прикинуть, я знаю, я пытаюсь прикинуть, где будет ближайший патруль. Ну, где именно в стрит, ну, есть собственно, стационарно почти всегда на пересечении 580 и 101, ну, то есть, через весь город, ну, весь город это по 10 минут езды. Отлично, я еду туда. Собственно, и что я делаю? Я звоню 911. Алло, здравствуйте. 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 Я тут просто как бы ответственный гражданин. Я, в общем-то, остановилась на светофоре, передо мной была машина с такими-то номерами, и мне показалось, что у них из багажника какие-то странные звуки доносятся. И какой-то шум мне показался. Где вы находитесь? Где вы находитесь? Что за автомобиль? Я уже уехала. Я описываю, я описываю, вот такой-то автомобиль, такой-то номер. Да это просто как бы на всякий случай вдруг что? Вдруг мне показалось. Было открыто окно, и я просто услышала, может, это даже не из этой машины. Да, хорошо. Да, хорошо, спасибо. Спасибо. А, ну, ты сказала, естественно, что это на автозрале происходит. Я не сказала, где я. Я сказала точно вот то, что я сказала сейчас. Я сказала, окей, я еду в сторону, где будет ближайший подход. Я понимаю, как бы, Фанни, понимаешь, в чем логика? Фанни понимает, что она его не сбросит. Он уже ее, как бы, подцепил. Она может ездить по этому маленькому городу кругами бесконечно, и у нее нету сейф-локейшена, где она может сбросить свою тачку. Поэтому она хочет показать ему, что пошел-ка ты, вот, знаешь, куда. Думаешь, азиаты не умеют водить, еще как умеют. А еще азиаты знают закон. Козел. Окей. Куда ты едешь? Соответственно, ты подъезжаешь к развязке. Соответственно, налево поедешь, попадешь на Сан-Эф-Хайл-бридж, прямо поедешь, попадешь сначала в корта Мандера и поедешь снова за Сан-Эф-Хайл в сторону Гоун-бриджа. Я еду там, где может быть ближайший патруль. В смысле, патруль на развилке двухпоспо-дородке может поехать или налево на 580-ю или направо дальше по 101-ю. Whatever. У меня низкий вид, я еду, куда глаза глядят. Хорошо. Ты проезжаешь дальше по 101-ю по Страве, проезжаешь достроенный шоппинг-центр, едешь дальше, доезжаешь до недостроенного шоппинг-центра и обращаешь внимание, что да, Киа, Ю тормознули дорожные полицейские автомобили, просили его остановиться. ФАК Ю! Думаю я. и я быстренько-быстренько еду домой и все равно поглядываю, нет ли у него какого-нибудь дополнительного... не отпочковался ли от него какой-нибудь мотоцикл? или еще что? как в матрице, короче, из него выехал мотоцикл и поехал с вами. Это уже было в матрице. Не важно. Хорошо. Поехав снова в безжизненное здание торгового центра, где вчера кипела, вся начинает жить в Рафаэле, ты сворачиваешь обратно в сторону центра и едешь к себе домой. Теперь за тобой уже нет никакого хвоста. Ты спокойно доезжаешь до своего хавана. Что ты планируешь там делать? Ну, во-первых, у меня там есть парковочное место, как я поняла. Я там оставляю тачку? Да. Да. Надо купить брезентовый чехол, думаю я. Собственно, я поднимаюсь наверх, я привожу себя в порядок, грубо говоря, моюсь, переодеваюсь, одеваюсь во что-нибудь менее броское в этот раз. чем заляпанное кровь и платье, тебе будет сложно алиться что-то более броское. Во что, Ну, что-нибудь менее вульгарное. Я бы одела просто джинсы, худи и кроссовки. на вечернюю пробежку. Джинсы. Никто не ходит в джинсах на пробежку. Собственно, я это сделала и я собираюсь пойти в бар. Хорошо. Печком. займет у тебя не так много времени. Кстати, напомните мне, Макс, вообще по поводу телефона, мы сейчас переходим к новой сцене, Макс, а ты визитки с телефоном был. Ребята, нам давала у них есть ее телефон? Да, конечно. Да. Да. Целая пачка у меня ее визитки. Окей. Собственно, Макс Блэк заходит в Ягдклуб Окунгамарин. Время близится к десяти. Обычных посетителей не так много. Сейчас куб, по сути, в основном функционирует как бар. Вечер, воскресенье людей немного. Я заглядываю в карман. Сколько у меня денег? О, или в наличии вообще нет наличии. Наличии нет. Я заглядываю в карман тоже. А как у меня есть больше будет? Никогда ничего нет. Умеется в наличии достаточные ресурсы, то да, я подозреваю, что какие-то деньги у тебя есть в каком-то лиге, набирая из двух, ну, видимо, это осталось. Хорошо, супер, я, прежде чем зайти в эпизоду, раз народу немного, я подхожу к бару, заказываю двойное виски и прошу наличию в офтагу, которую Фаня подарил. Ну, барник, я сделал повеску удивленное лицо. Наливай, наливай, я на работе. Вот. На вас, конечно, не могу рюмки опрокидываться, понимаешь? На вас, конечно, немножко косятся, потому что, несмотря на то, что сейчас здесь больше молодежь пускается, вы все равно не очень вписываетесь. Ни один, ни второй. Ну, особенно я, да, я понимаю. Вот. И, собственно, к тому моменту, который заказ выполнен, на блэку внимательно посмотрели и, наверное, не получив никакой реакции, поняли, что лучше меня не спрашивать, вы видите, как, собственно, через зал к вам спускается Анна-Мария. Я закрываю флягу, кладу ее в кармашек и двигаюсь по направлению к ней. Я изображаю тень. Ну и ночью поднимемся куда-нибудь в более уединенное место. Вы бы хоть позвонили, вы меня чудом застали, я только что приехал и уже собирался уезжать. Никого нет? Ну? Никого, кроме не хочет проявить тебя нет? Нет. Что говорят? Я знаю еще по поводу. Давай, давай, вы поднимаетесь наверх, Анна-Мария крутит за их полу. Вот. Поднимаетесь наверх там, сейчас совсем густынно. с облегчением вздыхает. Да, людей стало меньше. Ты что-то хотел спросить? Да, я спросить, что говорят по поводу того, что вчера произошло. Я тебе звонил, если помнишь. Я помню. Смотря кто вообще кто говорит. Я пытаюсь понять, что они за аттетюр вообще. То есть Дашилуху ставим или как-то Нет, она заинтересована в этом разговоре, она ты не понимаешь, то есть она сама выжидает. То есть ты выжидаешь, как она трекерует. Я тоже внимательно смотрю за неразговором. Вчера кто-то взорвал нашего общего домгорода как петарду. Да? И еще какой-то шутник попытался напасть на эпифане. Шутник? Да. Мы только не поняли, кто это был. От него осталось немного. В итоге. но это не кто-то из мест. Что? Это не кто-то из мест. Это не был сородич след об этом. Скорее все будет. Черт его разберет. Как я уже сказал, he's no more. Я услышал от тебя. Что интересно, напали только на нас или еще на кого-то? Что Гарри собирается делать по поводу того, что возможно у нас в Сэндрофейле есть какой-то внешний герец. Так скажем. Ну, я думаю, Гарри благодарит за то, что его предупредили, потому что они еще вчера утром успели прибрать то, осталось от Роттана. Хорошо. То есть копы до этого не добрались? Вы смотрели новости? Я слышал. Там праведа ничего нет. Это было хорошо. Да, зато есть иллюстрация безответственности не назван опериц. Где случилось с на фоне? недалеко от места проведения, кажется. Все в пределах ходьбы одно от другого. Ну, если я правильно складываю два плюс вам, возможно, вам стоит связаться с Романом? Возможно. 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 последствия вчерашнего мероприятия, но все понимали, что так или иначе что-то может произойти и были готовы если возникнет необходимость за кем-то подчищать. я не буду лезть в ваши дела касательно того, что и как именно там случилось. Мы все в одной лодке, Анна-Мария. Мы все живем на одном маленьком пуске земли и все проблемы автоматически становятся общими. Поэтому я бы становятся нашими проблемами. Но это не значит, что я хочу залезть вам под кожу и вытащить из вас все, что только можно. Ты спросил про Гарри. Гарри рекомендовал всем не встречаться. Не высовываться. Не только. Не встречаться большими группами и запретил керекцию наставить. На самом деле он замыкнул ООО. Это очень интересно. Мы в васадном положении? Нет, скорее мы... На самом деле мне интересно, почему он вам еще не сообщил. Скорее всего мы в васадном положении. Скорее всего мы в положении нужно найти, кто дворецкий. который убийца. Который яден с меня. Я должен сказать свое мнение. Неплохое решение, но я не очень в курсе, что он может запретить кому-то уезжать. Это неформальный запрет. Но это скажем так очень настоятельная рекомендация. Гарри очень редко. Что-то кому-то настоятельно рекомендуют. Я никогда не делаю этого, не имея поделок. Хорошо, тогда не будем нарушать его рекомендации. если ты не будешь проехать, я хотел бы уточнить один момент. Ты не помнишь, кто тогда покидал вчерашнее мероприятие? Я просто осталась почти до самого конца, но я как-то особо не следил. Я совершенно с тобой согласен, это наши общие проблемы. Смоталась достаточно рано. Как и можно было бы от нее ожидать. Я не думаю, что я видел кого-то из черных лебедей. Реджин ушел вместе со мной. Да, я тоже видел его кожу. Тут собственный момент такой, если Маркс хочет вспоминать, ты можешь примерно вспоминать, когда кто ушел. Я хочу вспоминать избирательно и избирательно дать показания, грубо говоря. Сволили Лакцет, Рикер и Хименес. Насчет Лакцета ты не уверен, но ты его не видел. Этих троих не упоминаю. Я упоминаю Вэл. Ромео не попадался на глаза, но это опять же может быть, он мог просто маску сметить. Но Вэл смоталась... Так что, извини, Блаклайф вывалился у нас из чата. Да, еще что-то с музыкой, музыка не с моей. У меня сейчас опять играет. У меня тоже Там что-то с сервером может быть. он не пишет с ошибкой сервера периодически. Я его перезагружаю. Добавьте, пожалуйста. Я стараюсь. да, да. Мы работаем над этим. Не, просто с музыкой у меня плейлист стоит, она должна играть. Блин, пока вы там из пустого в порожнее я уже придумала весь план что-то не делается. Вот. Ладно, дальше. Ты еще вспоминаешь, что, ну, соответственно, Лас-Летто сокращает сцену, ты мне просто потом скажешь, кого ты Анну-Марину называешь, кого ты называешь. Да, 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 конечно. Давай так. Лас-Лет, Хименес, Ритберг ушли почти сразу. Вот. А дальше Ромео ты перестал видеть примерно в то же время, когда перестал видеть Вэл плюс-минус. Вот. Потом в разное время свалили раньше остальных. Геннет Эфти и Джаду ты тоже очень-очень-очень не видел. Вот этих вот я упоминаю, что они ушли раньше, последних трейд. Джаду, Эфти и Геннет Остальные были плюс-минус до конца, то есть, скажем так, ну, ушли в то время, когда можно, ну, это не вызывает этих подозрений, потому что в это время у нас, скорее всего, надо ехать опережая солнце куда-то к себе. Ну, соответственно, Анна-Мария совершенно не собирается на вас давить, но и не указывает никакого желания завершать диалог, то есть, она абсолютно открыта, но начинаем приниматься и говорю, когда я узнаю больше, я постараюсь сказать. Я также хочу сказать кое-что лично тебе, если можно. Я так заговорчески смотрю на Блэка и прошу его пойти к машине, что я сейчас выйду. киваю достойно с достоинством этого цепного пса. Короче, ухожу. На самом деле, Блэклайт, можно вас попросить, подождите меня, Албарек, я с вами хотел бы, если никто не против, тоже немного переговорить. Тут же я достойно начинаю, так, в стиле постановочиства. Вы можете не помнить, но просто я не уверен, что мой вопрос, я просто не уверен, насколько корректно его обсуждать при всех. Лучше, конечно, наедине, я все понимаю. Я буду у машины. В общем, она вытягивается в твою сторону. Я делаю тот же самый жест, очень показывая такую искренность. И я говорю, этот взрыв, который я видел вчера, он не был полностью натуральным. Я могу это сказать. Это не было что-то естественное. Поэтому будь осторожны. В общем-то, я ухожу вниз к машине и по пути я смотрю на Блэка и подвигиваю его. ты оставил Анну-Марию в глубокой задумчивости. Она вышла в блок-лайдовую. Не сразу. Я приветливо улыбаюсь и что ты хотел обсудить? понимаешь, что она встревожена, но у тебя такое ощущение, что она встревожена не за себя. То есть, это вот не такое, что мне страшно со мной может что-то случиться, это такая более общая тревога. Ты понимаешь, что я действительно не по себе для общения с интересным. Я, собственно, делаю вид, что, собственно, просто жду, пока она сама заговорит. Она хотела о чем-то поговорить. А что? Ты ее делал? Она говорит, что я просто не знаю, в курсе ли твои друзья насчет женщины, с которой ты приехал. Я обычно не сообщаю такие вещи, потому что с одной стороны считаю их достаточно важным и с другой ценю репутацию, но в текущей ситуации может быть просто не с безопасным держать эти моменты. Я интересовалась. я был вчера... Скажешь мне, кто? Я ничего не знаю об личностях. Интересовались анонимно, но это были сородичи. Мы ответили, что мы не обладаем такой информацией, даже если бы обладали, не сообщили бы, но мне показалось, что это было скорее как предупреждение. у меня есть друзья в разных местах. Я много кому помогаю, и теперь я понимаю, что это сказать, что было предупреждение. Пожалуйста, разберись до месяца назад, не за долго до того, как приехали в Нючке. Разберись со своими проблемами, потому что если это действительно ваши проблемы, они создают проблемы для всего города. Ты мне нравишься был, я понимаю, что ты тоже заботишься на других, но город важнее. Да, я понимаю. Если нужна будет помощь, если ты будешь понимать точно, какая конкретно помощь тебе нужна, ты всегда можешь обратиться к тем, кто заинтересован в том, чтобы в этом месте все было хорошо. я понимаю. знаешь, у меня все-таки хотел вопрос. Змеи знают раку живучи? Не видели. Но ничего конкретно они не знают. Просто это странно. почему вопрос про змей? Я не знал, можно ли это обсуждать. И я понимаю, что тебе я могу открыто сказать, интересный город для меня на первом месте. они воспримут это как угрозу. Да, могут. Я чувствую как бы то, что она искренняя? Она искренняя, когда она говорит про то, что они могут воспринимать это как угрозу, ты понимаешь, что это действительно может стать. Это не угроза, это угроза угрозы. Сложно. Но она действительно совершенно серьезно говорит тебе, что тебе надо решить ваши проблемы. Я прекрасно так же понимаю, что иногда лучше предупредить о том, что угроза может появиться. Да, в свое время. В любом случае. Хорошо. Хорошо. Спасибо, Анна. Я очень ценю тебя. Что думаешь? Да, мы тоже ценим. Касательно моей просьбы связаться с Ромалом, не пренебрегайтесь, пожалуйста. Хорошо. Да, пожалуй, мы так и сделаем. Ты возвращаешься в автомобиль, тем временем, Саня? Тем временем, да, в мире действий. В мире действий? Да. Пойе приходит строго-стоп. Пожалуйста, перезагрузи музыку, пока все. Окей, хорошо. перезагружай. Нет, я все понимаю. Музыку не дай не должен, перезагружай. Ты сделала или лот? Она заиграет. Я так сделаю, не сделала. периодически. Тут намекают на перерыв, между прочим. Зачем? Ну, да, нет. Зачем? Мы двух часов не отыграли, и давайте действительно как-то. я понимаю. Я сижу и жду, какой перерыв. В общем-то... Девиз вертой партии, давайте разделимся. Но они меня отослали. Нет, actually, фани просто отослали. Ну и... по-было. Окей. I will deal with my shit myself. Хорошо. На самом деле, по пути в бар. Я... На самом деле, эта мысль у меня была уже давно. Я звоню Ромео. У меня, actually, эта мысль была с самого начала. Ромео, Бугарин, наберет трубку. Слушай. Здравствуй, Ромео. Здравствуй. Это Фанни. Да, Малинка, я тебя узнал. Ты же знаешь все обо всех, правда? Нет, это не так. Не так? А если тебе заплатить, ты будешь знать все обо всех? Нет, я не могу знать все и обо всех. Если бы я знал все и обо всех. есть тема, что ты хочешь? Слушай, тебе нужен менеджер, Ромео, ты совсем не умеешь продавать себя. На самом деле, у меня, возможно, есть у тебя вопрос, на который ты, возможно, сможешь мне ответить, и тогда я бы тебе, например, заплатила за него. Ты интересуешься в честь? И мне очень интересно услышать. да, я, у меня есть и конкретный вопрос, и не конкретный вопрос, так скажем. У меня к тебе тоже потом будет один вопрос. Хорошо. Да, я очень слушаю, маленькая зник. Что ж, за что ты предлагаешь мне деньги? Я тебе не предлагаю деньги, у меня нет денег. Мне показалось. Знаешь, мне показалось, хорошо. Что ты хочешь поговорил? В обществе сородичей не рассчитываются деньгами, это смешно. Дань, ты завис. Шапа. У меня пропало видео. О, боже, ну, 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 у всех. Да, красавица, это есть лучше. Хорошо. В общем-то, мой, у меня есть конкретный вопрос и не конкретный вопрос. Конкретный вопрос. Вчера на мероприятии не было Фиджеральда, Нута и Блэка. А, ты случайно не знаешь, чем они занимались вместо этого? Блэк? Блэк? Блэка не было? Не было. Не знаю, но будет если вы предположили, что сидели у себя университетик, лебеди, смотрели в миниторах, сочли ваше вчерашнее мероприятие слишком скучно для себя. Ну, хорошо. Даже сам он выривали. Блэк и у сетей. Блэк и у сетей. Блэк и у сетей. Блэк и у сетей. Этого я бы тоже могла предположить. Я из-за тебя... Дань, ты сильно прерываешься. Ты вообще этим не занимаешься? За теми кто здесь уже живет, я не слежу. Хорошо, может, у тебя есть что рассказать мне? А не конкретно. Хорошо, если у тебя есть что мне рассказать, если нет, то как бы... А не конкретно. Дань, очень плохо со связью. Я... Я... Ты просто слово через слово. Ага. Меня или музыка? И ты, и музыка. Алло. Алло. У тебя только мне не конкретный еще вопрос. Хорошо, не конкретный вопрос. Ты в курсе, что вчера произошло? Может, кто-то новый приехал в... А это мой? Нет, я... особо конкретно к тебе вопрос. Я сейчас смотрю крайне занимательный диазонис. Какую? Как некий молодой человек. Очень тесно с тобой общается, а потом ты очень тесно общаешься с ним. Очень интересно, Ромео. А откуда у тебя эта видеозапись? С камерой наблюдения на запаковке. и что там такое качество, что можно что-то разглядеть? Сколько я помню, камеры наблюдения обладают очень-очень плохим качеством видеосъемки. К счастью, на этой камере видно достаточно или, к сожалению, тут же такое странное посмотреть, маленькая змеяка. Тут же видно достаточно хорошо. И тебя, и твои друзей. Что ж, какая удача, что тебе попалась эта видеозапись. Как насчет того, чтобы ты избавился от нее, раз уж она у тебя? Если бы она была у меня, то я бы от нее избавилась незамедлительно. Потому что, насколько я понимаю законы этого общества, Маскарад должен поддерживаться всеобщими силами, а не только, так скажем, а не только организаторами мероприятия. Я понимаю. Вот сегодня как проснулся, так и занимаюсь поддержанием Маскарад все ночью, покладая руку. ты хорошо рассмотрел это видео, ты мог видеть, что на меня напали. Да. Beastworks in mysterious ways. Очень. В общем-то, Ромео. Я ее не не буду. Да, да, да. Да, Маринка, да. Как насчет того, чтобы ты избавился от этой видеозаписи ради меня? Тогда, может быть, я тоже поцелую. Если хочешь. Фанни не говорит это с каким-то агрессионом, на самом деле. Значит, за соблюдение Маскарада можешь не беспокоиться. Как я уже сказал, если бы я так проснулся, работаю над соблюдением Маскарада, не покладая руку. Это здорово. Спасибо. У меня опять что-то сведено. И со сведения никому не слышу. Меня никто не слышит? Тебя все слышат. Мы сейчас слышим. Музыка. Алло. Да. О. Что ж, я так понимаю, ты мне благодарна, да? Я тебе бесконечно благодарна. Может быть, ты настолько благодарна мне, чтобы объяснил, что происходит? Видишь ли, Ромео, я буду с тобой очень искренне. Если бы я знала, что происходит, я бы не позвонила тебе. А, то есть ты хочешь, чтобы я тебе рассказал, что происходит? Да, потому что... У тебя ко мне больше нету вопросов. Старый Ромео пришел, прибрал за официаль. Спасибо, Ромео. Хочешь ли я тебя поцелую, Ромео? Иди обратно в свою канализацию, Ромео. Я тебя правильно услышал. Нет. Ты меня неправильно услышал. Я буду тебе обязана за то, что ты мне помог. Я всем в этом городе помогаю. Я, конечно, близмерно благодарен тебя за твою признательность. Я буду тебе обязанным. Ты вообще не... Прекрасно. Ты будешь мне обязанным. Может быть, даже поцелуешь. Я не люблю, когда мне кто-то долго что-то обязан. Есть что-нибудь? Можешь мне что-нибудь сказать? Ты думаешь, я не нервничаю? Ты думаешь, я не видел других нарушений Маскарада, которые были той ночью? А что он вообще все в теле будет? Каких еще нарушений Маскарада? Маленький из них. Каких еще нарушений Маскарада? Как ты думаешь, часто людей сжигают в машинах с колонн в груди? Я угадаю, что не очень часто. Людей. Людей. Ты искала людей. То есть, это не был ротом. Ромео. Ромео. Да-да. Я вас хочу спросить, что вообще происходит. Ты сказал людей? Да. То есть, смертных с колонн в груди? Марина Казминька, я так и сказал тебе очень много. Все, что я тебе должен рассказать и не должен рассказать. Мы нашли труп с колонн в сгоревшей машине. Обугленный, но целый труп. Хорошо. Значит, рот он жив. Это хорошие новости. Ну что ж, Ромео, скажи мне, что мне для тебя сделать? Потому что... Скажи мне прямо, что мне для тебя сделать? Я это сделаю. Я сказала тебе все, что я знаю. Don't know much. Если ты видел видео, ты видел, что произошло, но я не знаю, что произошло на самом деле. Так что... Давай перейдем к делу. Давай. Все кивают на внушки бывших. Извини, пожалуйста, я не знаю, что сделать, чтобы это работало. Работает музыка? Сейчас. У вас есть музыка? Да. Да-да-да. Я каждый раз, как я перезагружаю, надо заигрывать зону. Ну, а я нет. Ладно. Не. Я хернул так и надел вот тут вот из музыки. Все думают на внушки бывших. Я буду тебе тоже признать их. Если вы разберетесь с тем, кто именно из внук прибывших может иметь к этому какое-то отношение. Или вы, если вы точно выясните, что некоторые из внук прибывших к этому отношения не имеют. Хорошо, я тебе сделаю первую догадку. Ротан. Была версия, что Ротан сгорел в машине. Как я поняла, он из звонка Макса, он назначил ему там встречу. Когда Макс туда пришел, там сгорел труп в машине. Ну, как ты говоришь. Значит, Ротан как минимум знал о месте. То есть, теперь у нас есть сородичь, у которого вроде как были основания считать мертвым. А с ним, конечно, вы пытались с ним связаться? Я нет. У меня нет его номера. Любопытно. Любопытно все это. Хорошо, я попробую выяснить. Я попробую выяснить. Don't worry. И знаешь, что? Я тебя должна. Знаешь, что? Да. Подожди. Про Тони. Ага. Ты что, не знаешь? Ну, Тони был очень странный на вечеринке. Он говорил, что... Когда ты его видел в последний раз? Ну, прямо перед тем, как вышла я, он... Я пойду. Мы вышли вместе. Я не думаю, что это, честно говоря... Мы вышли вместе. И мы сели по своим машинам. Ну, по крайней мере, он пошел к своей, я пошла к своей. Он говорил, что... Ему кажется, что его джада пасет постоянно. Я не наблюдала. Может, это правда, может... А ты говорила, что... А ты говорила, что ты мало знаешь, Малинка. Ну... Давай делиться друг с другом информацией. Ну, давай. Я буду очень тебе признать, если ты будешь держать меня в курсе, когда вы выясните что-то новое. Разумеется. Разумеется. Ты, кстати, Сера видела? Своего? Или чего? Да. Да, видела. Мы... И как он тебе? Раз уж мы делимся информацией... А что за вопрос? Почему ты спрашиваешь? Ну, в городе Сея стреможно произошедшим. Мне интересно, как... Ваш старший отреагировал на такую ситуацию. Как ему нет информации этой ночи, я пытался с ним связаться. Ну, наверное, он так же, как и все, взволнован. Наверное. Кто же с ним общался? Ну... Мы больше обсуждали инцидент на порту... Тебя вчера чуть не убили? А, да. Но, как бы... Ромео, ты уже задаешь очень интимные вопросы. Хорошо, маленькая змейка. Я поняла. Я понял. Я понял, что ты не готова быть вказать мне все. Вот. Хорошо. Будьте осторожны. Особенно то, что вы не побеспокоитесь, а мы... Вот. И, да, предупреждаю. Я-то привычный. Работать как проснуть. Вот. Но у нас, я думаю, ты знаешь, кто не любит, когда проблемы, в принципе, возникают. В его городе. Да, да. Хорошо. Спасибо за информацию. Я тебя буду держать в курсе, если что. Да. Окей. Хорошо. Очень. Очень долгий разговор. Я дошла до... 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 До бара. Давно дошла до бара. Господи, неужели? Хорошо. Я захожу в бар. Сейчас еще мы туда ему позвоним. Да? Я захожу в бар. На самом деле, я кидаю смс Максу. Ты обращай... Кстати. Что? Да. Ты обращаешь... Ты обращаешь внимание на то, что в баре очень безлюдно. Собственно, какой-то незнакомый тебе, новый бедный, новенький бармен. Вот. Немножко неуверенно. Но ощущаю себя застойкой. А вот посетителей вообще нет, несмотря на то, что времени только 11-й час ночи, в воскресенье, это центр города. Хорошо, неважно. Я пишу... Я настолько excited, что я пишу смс-ку Максу. I have a break in case. Кстати, она получила мою смс-ку или нет? Какую? Я бросал заявку. О, Господи. Напоминайте, я уже говорил, в которую... Я отправляю пифа ей смс-ку. В общем-то, сейчас скажу. Дорогая, у тебя в машине остались мои деви. Пожалуйста, не разбей и не сломай. Если вы ведёшь проблемы, смело кидай бурое прямо в тело. Маскарад unfriendly. Окей. Окей, ты получаешь... Ты закончишь длительный разговор с Ромайлом, ты получаешь эту смс-ку и пишешь про то, что есть брейкс-ку. Всё это время... Вы куда-то двигались или создали общение с Романой Марией? Я собираюсь сделать три звонка. Первый Ромео, второй Эпифани. Эпифани, второй Эпифани. Третий Жан Ла Фетт. Я... Первые два сзади-то? Блэк, нам бы где-то встретиться всем, втроём, чтобы обсудить от них шоколад. Ты делаешь Блэк на то время? Подожди, сейчас. А Блэк что делает, пока ты пытаешься позвонить? Нет, Блэк, скорее всего, сел обратно себе в транзит, там, где его ждёт Максимилиан. И, скорее всего, застал его звонящим. Просто-напросто. Господи. Нам бы где-то состыковаться и обсудить всё вместе, втроём. Кстати, ты не будешь против, если я у тебя одолжу какую-нибудь одежду? Конечно, нет. Ну, я так как кидал в куминский размер. Да, думаю, найдётся что-нибудь. Отлично. Я не передаю. Я пытался дозвониться до Фани до Ромео, и у меня... У них обоих занято. Какое совпадение. В общем-то, сейчас попробую позвонить Жанну. У тебя есть идея, где мы можем спокойно, безопасно строить, если обсудить все вопросы? Ну, например, My Heaven. Sounds good. Sounds good. Мне бы забрать его машину, на самом деле, но вдруг в ней бомба. Нет, я не буду её забирать, это глупость. В ней точно бомба. Сто процентов. Я же не Жанну вот это. Да, я рулю к себе. Хорошо. Лопать берет руку некоторое время спустя. Да, Макс? Жанн, вчера произошло очень много всего. У тебя всё в порядке? Да, я уже очень хорошо. Я очень хорошо. Нам бы состыковаться сегодня попозже и обсудить что-то как. Как ты на это смотришь? Макс, знаешь, такое дело, этой ночью я не уверен, что получится. Я понимаю, что, скорее всего, у тебя не телефонный разговор, но все делают вид, что сильно встревожено в этом городе. Я считаю, что встревожено недостаточно. В каком смысле? Ты кого-то подозреваешь? Потому что я кого-то подозреваю, right? Да. И нам действительно стоит об этом поговорить. Ты слышал, что Гарри запретил всем выезжать из Сан-Рафаэля? Да. Никогда не думал, что он может это сделать. Ну, как обычно, это крайне настоятельная рекомендация. Видал я эти рекомендации. Так или иначе... Вы собираетесь уехать? Ты собираешься уехать? Абсолютно нет, 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 не думал. Мне хочется, чтобы моих новых друзей не взрывали на СНЖ после знакомства. Я не знаю, Рафа на слишком долго, но... Рафа, это не меньше, на мой взгляд, это не меньше из наших проблем. Что ж, ладно, я, правда, занят сегодня очень. Я тебя понял. Ты будешь на связи. Абсолютно, да. Если я буду жить, то буду. Ну, байк, как бывает. Взял, вышел, взорвался. Так что... Ничего, обещать я ничего не могу. Да. Хорошо, не буду тебя отвлекать. До завтра. Чик. Я снова прозвонил Эпифани. Эпифани звонил. Тебе ты звонишь, Эпифани. Был же почти на эпидагогу на Блайк Байк. Я не звонила, я ему написала смс-ку, я в баре. Смс-ку ты получаешь? Да, все, я звонил и сразу же. Блайк, извините, вопрос просто. Блайк, какой из того? Блайк, извините, не слышал. Какой из Хэвенов? Ах ты! Ну, смотри, из Хэвенов. Моги Хэвенов. Напиши, да я. Известный Хэвенов. Нам, известно. Ах ты, маленький предприниматель. Да, не бляй, они были в моем Хэвене оба. Конкретно. Окей, я понял. Вроде как это не полагалось. Сейчас я уже менять ничего не буду. Хорошо, ты звонишь мне или нет? Да. Алло, Макс. Эпифани? Да. Мы сейчас собираемся встретиться все вместе. Что? В смысле же? Это небольшой. Я немножечко вкинула, чтобы ты понял, что вообще-то ты меня зря отослал. И я очень многое узнала. Но вообще-то... A little less conversation, a little more action, please. Поэтому я сейчас еще займусь кое-каким расследованием, а потом я смогу... Нет-нет-нет-нет, Фанни, 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 Фанни. Давай встретимся у дома, у Блэка, все, обсудим. Ситуация гораздо сложнее, чем кажется, на первый раз. В смысле? Он же по-кто так навел. Надо искать по горячим следам. Мы много болтаем. Я в баре. Ходите, приезжайте сюда. Здесь никого нет. Нет-нет-нет, ты... Ладно, хорошо, хорошо, скажи адрес. Ты знаешь, где мой бар. Сира бар, не мой бар. Ах, этот бар. Треверс Паб. Блэк, поехали в Треверс Паб. Фанни отказывается. Отказывается в Треверс. В самом порядке, Фанни, ничего страшного не происходит. Не происходило за ним. Ой, ну, за мной... У меня на хвосте была машина. Ну, в общем, я потом все расскажу. Так, все, мне надо перейти к расследованию. Я сюда не зря пришла. Я так долго сюда ехала. Увидимся, я все расскажу. Все нормально. Никто уже не следует. Фак за твуман. Фанни мне только что рассказала, что у Нильон на хвосте была машина, от которой она отрагалась. Она сейчас какие-то расследования производит. Блэк, это просто пиздец. Логично. Ты ее оставил действовать само, и она действует сама. А что ты думаешь? Ты примеряешь это, когда тебе удобно. Мы едим в ПАП, что мне как бы irrelevant. У меня вся хуня со мной даже. Я даже круг могу нарисовать. Хорошо, пока они едут. Я хочу понять, почему мало народу вообще. Я вообще иду к бармену. Да. Да, молодой парень. Ты просто не помнишь, как его зовут. Ты увидела там от силы пару-тройку раз. А, то есть он не совсем новенький. Хорошо. Ну, нет, он совсем новенький. Его там, типа, на твоей памяти мы первый раз оставили одного на смене. И вообще странно, что на смене один человек. Здравствуй. Ты меня помнишь? Я администратор. Эпифани нам. Да, да, да. Хозяин здесь? Нет. Я вообще ничего не понимаю. Тревор, здесь? Нет, нет, нет. Ирландцы вообще все куда-то свалили сегодня вечером. И что-то не так с местом, потому что никого нет. Все уехали, оставили меня одного. Ой, я даже... У меня даже нет права кассу открывать. Я не старшие смены. Я вообще не знаю, что будет. Они просто взяли, взяли, свались и свалили куда-то. Где-то в районе, ближе к девяти. У меня есть телефон Тревора. Да, у тебя есть телефон Тревора. А, у меня есть телефон этого чувака из моего херда, который бармен. Да. Я звоню ему с телефона, с стационарника из бара. Ну, собственно, он не берет трубку. Ну, то есть будки идут, но трубку он не берет. Я звоню Тревору. Аналогичная ситуация. Так, ты, скажи мне, как тебя зовут, еще раз, пожалуйста? Дэн. Дэн. Закрой бар. Скажи посетителям, что мы закрываемся, закрой бар. Их нет. А, то есть там вообще никого нет. Я думала, что там, типа, мало кого-то. Нет, нет, нет. Окей, scratch that. Вот такое ощущение, что на улице народ есть, но такое ощущение, что парк все отходит в страну. Я иду и вешаю табличку «Sorry, we're closed». Если есть жалюзи, я закрываю жалюзи. Слушай. Попытайся понять, в чем... Что было не так. Может, ирландцы о чем-то разговаривали. Когда они начинают разговаривать на своем, ну, с тем же успехом можно во рту булыжники перекатывать. Это также похоже на нормальную человеческую речь. Расист. Ты знаешь, что это карается законом вообще-то? Ты с кем? Посмотри на меня. Что? Я с чьей-то единый. Я начинаю говорить с ним по-корейски. Да, ты нормально разговариваешь. Я начинаю говорить с ним по-корейски. Что, похоже на чириканье птички, да? Послушай меня, сосредоточься. А может быть, это и похоже на булыжники. Но кто-то, может, приходил странный сюда. А раб, хозяин здесь был? Когда последний раз ты его видел? Вчера вечером. Вчера вечером. Хорошо. Расскажи, пожалуйста, мне, зачем он приходил, как он себя вел, как он был одет. Был ли он одет странно, как-то дебильно? Нет, он не был одет дебильно. Как он был одет, пожалуйста? Он не описывает тебе, как был одет Фарух вчера. Он полностью тобой задавлен. Он отвечает через губу. То есть он описывает, собственно... Да, не самый удачный хэллоуиновский прикид Фаруха. Хорошо. Зачем он приходил вчера вечером? Он реально пытается спрятать... Я не знаю. Вчера было нормальные люди, я работал. Он реально пытается спрятаться от тебя за стойку. Ну, в смысле, он вжимается в стойку, но он ее полностью допрашивает. Ладно, успокойся, пожалуйста. Нужно просто следить за своими словами. Я домой пойду. Ты в Калифорнии находишься. Обязательно. Ты понимаешь, что здесь за каждую хрень могут засудить. Понятно? Я просто тебя предупреждаю, я адвокат. Поэтому я... Ну, обращайся в случае чего. Ладно, можешь идти, ты свободен. Никаких проблем, я тебя раньше отпускала. Кассу закроешь? Да. Не то, чтобы сегодня было много выручки. Но если, соответственно, пока ты пыталась замучить до страшной смерти Калифорника, и, собственно, твои товарищи уже доехали. Ну, для этого нужны адвокаты. Для того, чтобы доехать? Для того, чтобы замучивать расистов, да. Хорошо. Блайк. Макс, вы доехали. Я строчу заявку. Сейчас, секундочку. Хорошо, строчи заявку. Ну, пока нет заявки. Кто-нибудь что-нибудь... Ну, как бы... Я думаю, что мы собираемся зайти. И я с удивлением смотрю, табличка закрыта. Вообще. Когда я вижу, что у двери кто-то есть, я подхожу и открываю ее. Там макс, вы встретились. Заходите. Так. Почему ты закрыл мак? Потому что здесь никого нет, и это очень странно. В смысле никого нет вообще? Вообще никого нет. А хозяева куда-то делись. О'кей. Блайк, дружище, Фанни, садитесь. Я сейчас принесу нам прохладительные напитки. Мы все обсудим по порядку. Хорошо, я пока принесу. Вы слышите на улице другого звука выстрела. О'кей, вы... Останется внутри. Я закрываю дверь на ключ. И выглядываю под жалюзями. На улице тоже обычное движение. Время уже достаточно позднее. В центре города... Это вообще часто такое бывает? Это нормальная машина? Нет. Среди города выстрела? То есть вы хотите просто сидеть? О'кей. Если бы вы... Я могу пойти проверить, на самом деле. Отвергайтесь, пожалуйста, на секунду. Хорошо, я отворачиваюсь. В общем-то, я хочу надеть маску тысячи лиц. Generic. Generic. Generic полицейский. Generic полицейский. Generic полицейский. Я его представляю. Слегка overweight, uniform... Слегка? Челюсть кирпичом и так далее. Это Калифорния, в конце концов. То есть это Нью-Йорк. Да. Да, окей. Как я выгляжу? Ты выглядишь как самый генерик нейтронистский. Я пойду бороться с нарушением закона. Отлично, отлично. Я потираю несуществующий значок и выхожу из двора и на улицу. Кричи что-нибудь, если что. Фаня, ты открываешь ему дверь. Я открываю ему дверь. И на самом деле, то что я хотела сделать, я хотела... Тут же был какой-то... В стиле там же... Давай просто прокинем, как бы у Фани есть вообще свой комп. Но давай прокинем, либо, может быть, она его оставила там, потому что она там работает. Либо, может, там есть какой-нибудь свой старый стационарник, какая-нибудь хуйня просто, чтобы бухгалтерию вести. Там есть нетбук, какая-нибудь бухгалтерия. Там весь доход малый, там даже... Ну, там пластиковый аппарат есть, потому что он должен быть по закону, но... Все расчеты ведутся наличкой, и для клиентов он просто постоянно не работает, не исправит, и так далее. Там весь смысл бара в том, чтобы он работал за наличку. Но там есть старенький нетбук, с которого играется музыка. Прекрасно. Я вставляю флешку, которую я нашла у Ника в этот нетбук. Я наблюдаю за ней. Держи, выпустила Макс. Выпустила, выпустила. Конечно, пусть идет, проверяет. Хорошо. Я стараюсь остаться поближе к двери. Хорошо, да. При этом. Я осматриваюсь. Ну, у тебя полное ощущение, что на улице вообще ничего не произошло. То есть, прохожие и прохожие... Есть ли люди? Есть ли люди? Я подхожу к первому прохожему и... Сэ, мэн... Тут раздавался выстрел неподалеку. Не слышали вы? Часом. Чего-нибудь. Нет. Какой выстрел? Нет, офицер. Спасибо. Я захожу обратно в бар. Саден Сафари тем временем загрузила флешку в компьютер. И Фанни наблюдает там самые обычные несколько диджейских сэпов. Там исключительно музыкальные файлы. Не слышал музыкальные файлы его. Да. Собственно, я подхожу, смотрю, что она делает, спрашиваю ее об этом. Что ты делаешь? Я уже зашел внутрь, потому что я попрямлю как понимание. Чего-чего? Скорее всего, я пустил его. У этого, у того, кто на меня напал, была в кармане эта флешка. Я подумала... Господа, вы его пустили? Да пустили, пустили, конечно. Я сбрасываю. Вы разбрали, что это флешка. Когда он зашел, я закрыла дверь. Все пустили, все пустили, все в одном помещении. Блядь, слышится. Да. Мастер, что, в каком мы на состоянии? Все в одном помещении. Хорошо. Да. В общем, я сбрасываю маску. Это реально факет крепит, потому что никто из прохожих никакого выстрела не слышал. И вообще все выглядит нормально. Может, это звук был внутри? Дерьмо какое-то. Мы Perceptive Guys можем прикинуть? Но вы абсолютно уверены, что... Но прием был или нет? Нет, вы слышали проглушеванные звуки, но если в баре слышны звуки улицы, вы слышали проглушеванные звуки выстрелов. Доносившиеся с улицы. Хорошо. Ну, не знаю, может, кто только какого-нибудь гондона на спорткаре внушить и стринул. Whatever. Если с нами. Хорошо. Давайте все присядем. Я боюсь, что нам чего-нибудь попить. И мы посмотрим, что у нас есть на сегодняшний момент. Я иду искать из-за чего-то пива. Пока Макс идет за пивом, я хочу тоже заняться тем же, чем Эпифани. То есть я тоже хочу посмотреть. Может быть, я увижу там какие-нибудь скрытые файлы и так далее. Черт, возьми, у меня компьютер с 2. В конце концов. Компьютер с 2 сказал, как будто бы компьютер с 5. Я, конечно, на бейсике писал еще. У меня же компьютер с 2. Это больше, чем у тебя. Охуеть, кулхацки. Собственно, да, включить галочку «Видеть скрытые файлы». Ты видишь, что там есть некоторое количество непонятных скрытых файлов, похожих на системные. Возможно, какие-то ошмёпки вирусов, которые он таскал с собой с компаноком. Ты даже не знаешь этих расширений. Ну, а название файла там абсолютно. DBX12, 1, 3, 4, 5. Между прочим, с компьютер с 2 можно понимать, что это может быть что угодно. Ну, да, то есть ты совершенно конкретно понимаешь, что это может быть все что угодно. То есть, ну, до того, что тебе нет знакомых расширений этих файлов. В массе своей. Макс. Хранил пиво где? Что происходит? В небольших. Макс пошёл за пивом. Макс достал вам последние полторы пива. Хорошо. Я, в общем-то, распределяю всё ровно по стаканам. И ставлю их на стол, и сажу их за стол, и предлагаю моему имени заосемлиться за столом, и, в общем-то, серьёзным лицом говорю. Что-то точно странное и крупное происходит вокруг нас. Кто-то желает нам зла, это уже понятно. В общем-то, давайте попробуем обсудить, что конкретно у нас есть. Блак, не хочешь поделиться тем, чем Анна Малея делилась с тобой вдали от меня? Она сказала то, что... Про моего гуля спрашивали. С месяца назад. Очень своевременно. Ну, великолепно. Своевременно, неусловно. Вот. И, более того, она тонко намекнула, что, мол, это может вызывать проблемы. И, если честно, мне очень странно то, что барон до сих пор нас не предупредил о том, что... Это действительно странно. В выходе, оказывается... Так что... Это действительно очиститель. Паня, ты с нами? Какой панец от телефона? Нет, я не очень-то с вами, потому что... Потому что вы меня, в общем-то, оставили. Я уже привыкла, что меня ни во что не посвящ... Мы вроде как все-все пригласили. Зисиген. Нет, я уже привыкла, что меня, в общем-то, ни во что не посвящают. И то, о чем сейчас говорит Блаклайт, мне совершенно... Это то, что вы сейчас... Мне совершенно... Я не понимаю, о чем идет речь. Вы, очевидно, оба в курсе, поэтому я пока поищу по телефону. Потому что ты хочешь понять, в чем-то, о чем речь. Ага. А где меня с вами... Пожалуйста. Если ты не будешь знать того же, что и мы... А и мы не будем знать, что знаешь ты... Это будет немножечко глупо. By all means. Расскажите мне, что знаете вы. Это то, что мы делаем. Мы были у Анны Марии сегодня. Я, пожалуй, начну сначала и расскажу Епифане то же самое, что я рассказал тебе. Чтобы сократить, я, собственно, рассказываю точно так же, откуда взялась Сьюзан. Рассказываю про амулет. Вот. Я даже похлапываю себя по... По карману. Если Даня прочет заявку, он поймет почему. Собственно. И... Теперь понятно то, что за Сьюзан и мной идут. И, честно говоря, я иногда начинаю думать то, что все это говно связано скорее со мной, чем с вами. Очень странно, что Анна Мария сказала тебе спустя месяц после того, как это произошло. Это звучит как слишком важная информация, чтобы ее... Я не знаю, чем она думала вообще. Она сочла ее неважной или недостаточно... Мне тоже это не нравится. Я не совсем понимаю, почему. И вполне возможно, я и решил этим поделиться. Как-то это странно. Плюс отношения барона к нам будто мы какие-то... Анна Мария говорит, по-моему, более хитрые. Да, вот я с Блаком абсолютно согласен. Мне кажется, что всю эту кухню они хотят сводить на нас. И заставить нас с этим разбираться сами. Неудобные элементы, это совершенно точно. При всей заботливости Анны Марии я скорее предположу, что они захотят от нас просто избавиться, чем помочь нам чем-то. Хорошо. С этим я согласен. Когда у тебя появляется, хотя бы чуть-чуть власти... Давайте я расскажу вам, что мне удалось выяснить. Ну, во-первых, я съездила отвезти кровь и увидела, что, в общем-то, ну, Макс знает, люк почему-то открыт, и там были какие-то странные следы на траве. Я решила проследовать по ним. В общем-то, они ввели к самой школе. И я уехала оттуда, чтобы... Ну, я решила съездить туда попозже и посмотреть, что там произошло. Но, в общем-то, по дороге за мной ввязалась машина Киа Рио. Я запомнила ее номера. В общем-то, я сбросила... Как решать, чтобы попросить Ромео узнать, чья кодашка? Да, в общем-то, можно, да, конечно, почему нет. Я позвонила Ромео. И выяснилось то, что, во-первых, наш небольшой инцидент на парковке вчера попал на видеокамеру. Камеру наблюдения на парковке. Разъебайте меня поперед. Но он от этого избавится. Взамен на то, что он попросил меня сообщать ему, если мы что-то узнаем о происходящих, в общем-то, событиях. Вот что. То тело в сгоревшей машине... И почему этого не было нигде в новостях? Это потому, что там был труп человеческий с колом в сердце. То есть, там нашли обугленный труп человеческий, не вампира. Следовательно, Ротан жив. И Ротан первый подозреваемый в связи с этим всем, потому что Ротан знал место, Ротан знал, в общем-то, место, время. И он назначал, что... Что мы вообще про Ротана знаем? Подожди, дай мне закончить, пожалуйста. Что-то оказалось, где в инкуском говна? Можно я закончу? По поводу тех, кто не был вчера на вечеринке. Это были мои первые подозреваемые, потому что... Даже если кто-то ушел раньше, как бы не факт, что это к чему-то приведет. Меня показалось подозрительным, что из черных лебедей там был только Виджин. Ни Фиджеральд, ни Нута там не было. Вообще. И я за этим звонила Ромео. Ромео не знает, чем они занимались. Еще там не было Блэка. Так что это может слегка сузить наш круг. Дина Блэка. Ну да. Дина Блэка. Блэк. Что? Нет, я понял. Офтоп. Мой Хэвен мне помог заестали, что ли кто? Еще раз. Мой Хэвен мне помог организовать, кто конкретно? Ромео. Ромео. Хорошо. Дин, Дин абсолютно честь. Я думаю, что его можно списать за счетов. Я вам, в конце концов, я его знаю. Ну, не знаю. Мне кажется, здесь никому нельзя доверять точно. Джин. Я могу тебя прервать? Да, конечно. Я закончила. Я все... Я все чаюсь. Спросить тебя. Помнишь, тогда на встречной вечеринке ты мне сказала, что с Веджином лучше не иметь дел. Давай я сначала расскажу, что я видел на вечеринке. И ты мне, возможно, это объяснешь. Мы с ним встретились, когда я уже шел к машине. Первое, что он меня спросил, я ли был Дракулой. Он сказал то, что вы ему об этом сказали прямым текстом. Ну, не прямым текстом. Но в это еще можно поверить, в принципе. То есть он все-таки сделал догадку. Как бы мы... Ну, не узнала. Ладно, не это важно. Он очень много говорил о том, что людей недооценивают, что люди это важно, что мы все произошли от них. И более того, в самом конце, когда мы уже расходились, я заметил одну маленькую деталь. У меня было такое ощущение, что он доволен собой. Что он будто выполнил какую-то работу. Если честно, в разрезе того, что у меня сейчас проблемы из-за человека и прочее говно. Вот. И более того, то, что он интересовался, я ли был в костюме, если он как-то каким-то макаром сведущ в оккультных делах или, может, гиперчувствителен к этому. Он мог предположить. Но это все до катки в воздух. А вот то, что он явно что-то... Ты можешь видеть, что Фанни на самом деле, если Масси решит, что она видит, но как бы у Фанни не сильно большой саптерфич, и сейчас низкий виллпауэр, она выглядит как бы напуганной. То есть она как бы не знает ей вообще... Вижу я это полагаю. Да, да, да. Ну, слушайте, там Фаннин саптерфич, ну, или пак, и можно даже не кидать. Короче, можно автоматически это все видеть. Фанни, так вот, что, собственно, ты знаешь про Лиджина? Это хороший вопрос. Я тоже заметил, что их не было. И... This guy gave me the creeps. Ну, я знаю кое-что из его биографии, но я пообещала ему не говорить, и, честно говоря, он меня пугает. Я... Он... После того, как он мне поведал кое-что, он... Я заметила, что он обращает на меня повышенное внимание, и я просто хотела бы остановиться на том, что он очень непростой и опасный сородич, и, возможно, он связан с оккультом. Да, возможно. Я делаю вот такое прям лицо, то есть выпучиваю глаза и смотрю на благо это. Поведал кое-что. Это что? Он у меня заявляет, что он играл в онлайновые игры. Я подумал, что это как-то очень странно звучит. То есть это все равно, что выдать, сколько тебе лет. Вот ты, например, Макс, знаешь, что такое онлайновые игры? Типа покер? Вот видишь. А ты, Фанни, возможно, знаешь. Мой брат играл в онлайновые игры. Опять я казался непростой, что, видишь, он тебе сказал, потому что из того, что я слышал... Ты знаешь, это все равно, что сказать, сколько тебе лет. Я что-то сильно сомневаюсь, что сородич, особенно опасный, мог допустить такую... Аж такую положенность. Поэтому как-то меня напрягла эта фраза. Вот. Не знаю, Фанни, то есть ты не хочешь нам ничего поведать больше, потому что сейчас, наверное, самое время это сделать. Многое. Потому что сейчас лучше секретов не оставлять. Я так провожу по шее по поводу, намекая ей несколько. Я вам с радостью расскажу, но... Потому что... Я... Пожалуйста, я попрошу вас, чтобы это... Никуда не вышло. Я очень опасаюсь, честно говоря. Я... Может, он наблюдает за нами прямо сейчас. Как-то. Кстати. Неплохая идея. Я... Я кладу руку на плечо Эпифани и говорю, Фанни, расслабься. Ты нигде не будешь больше безопасности, чем с нами. Говори. Никто за нами не наблюдает. Я смотрю на Блэк Лайта. Когда он сказал, хорошая идея. Я иду к своему... Я к своему рюкзаку иду. Да нет, заявка. Ну, собственно, нафиг заявка. Я просто достаю оттуда свечку и... Сжигаю. Хочу зажечь ее. Я надеюсь, мне ростштрек не выпадет. У тебя нет. У других тоже. Ну, я, естественно, не хочу подносить ее к другим вампирам. Все убили, сейчас включу. То есть... Я ее устанавливаю буквально рядом с дверью. Смотрю, как она себя ведет. Она горит? Да, она сейчас горит спокойно. Сейчас, ребят, один момент. Я про себя думаю, отлично. Значит, на амулет она реагирует нормально. Хорошо. Но ты абсолютно понимаешь, что она и должна на твоем деле реагировать нормально. Да, да. Ну, просто он все равно немножко новенький. Маленькие сомнения были. Хорошо. Да, Виджин... Будет тоже странный парень. Хорошо. На самом деле, Фанни очень сильно перепугана. Она наклоняется очень низко к вам. Он действительно был игроком. И Макс, парадоксально, правильно угадал. Он занимался азартными играми. Но не в этом дело. Он был охотником на вампиров при жизни. Я думаю, что нам нужно нанести ему визит. Постойте. Да, отлично. Постойте, пожалуйста. Ну, пожалуйста, вы меня подставите очень сильно. Мы подставим таким образом Фанни. Вы меня абсолютно подставите. Я не думаю, что это разумно. Как бы, ну, это не обязательно, что это что-то означает. Ну, да, он... Давай подумаем, как это сделать немножко изящнее. Хорошо. Я предлагаю проклясть его до десятого колена и сломать ему лицо, а потом задать ему несколько вопросов. А не с кем тебе вернется, что проклятие? Ты вообще знаешь, кто он такой? Охотник. Я о них только в страшных сказках слышу. Я знаю, кто я такой. И в моей книге страшная сказка буду я, а не он. Макс, ты заставляешь меня жалеть, что я тебе это рассказала. Вы что, не видите, насколько это все... Насколько это все сходится в одну картину? Огненные бомбы в машине колы в сердцах у смертных. У нас есть два варианта. Это Виджин и Ротан. И по поводу черных лебедей... Вот. Поэтому как-то счет... Ладно, я бы сейчас... Меня больше беспокоит еще одна вещь. Ротан говорил, что он не мог сегодня с Фаруком выйти на связь. Почему-то. Я когда приехала... Ты говорила с Ротаном? Ой, господи, Ротаном. Одинаковые они все для меня. С Ромео. А как урочка? С Ромео. Красивый. С Ромео. Когда я приехала на место, где лежит, в общем-то, птенец, люк был открыт. И чтобы проверить, все ли там нормально, я решила прозвонить Фаруку, чтобы определить, нет ли там его телефона. В любом случае у него были от меня пропущены вызовы. Он так и не перезвонил. И он всегда перезванивал. Он всегда обо мне заботился. Сейчас нет. Неважно. Но Рот, фу, господи, Ромео не мог выйти с ним на связь. И ирландцы куда-то делись. Что с баром? Почему нету никого, и куда делись ирландцы? У нас есть... Все это похоже на проклятие. Два ключа. Мне кажется, нам нужно как-то рассматривать это... Фаня, послушай, ты жаловаешь, что тебя ни во что не посвящают. Поделись немного своими знаниями. Фарук научил меня буквально крупице того, что он сам умеет. Что, тем не менее, дает мне перспективу на эту ситуацию. И то, что произошло с Ником, то, почему он ведет себя немного странно, и видя пустой бар, ни с того ни с сего, мне это все напоминает проклятие. Но мне страшно представить... Поклятываю на свечу. Я не думаю, что кто-то может проклясть... Такого сородичка, как Фарон. А вот проклясть Ника, или проклясть сам бар, это не так сложно. Эти вещи ничем не защищены, они открыты для любых воздействий. Я смотрю на свечу, она горит ровно, я полагаю, да? Да. Я бы показал вот так, если бы ничего. Ну, знаешь, Макс, здесь никакой магии нет. Мне тоже кажется, что здесь не магия. Это похоже на какое-то криминальное... Я пытаюсь позвонить Сиру, на самом деле. Сейчас было бы все намного лучше, если бы тело этого птенца было у меня. Я бы, возможно, больше сказал. Давайте попробуем его взять. И я все равно хотела туда вернуться и посмотреть, что случилось со школой. Хорошо, классно. Ну, это довольно сложно. Что? Он не берет трубку. Сир не берет трубку. Это не хорошо. Нам надо понять, что произошло. Последний раз, когда мы его видели, это было в школе. Сейчас благосостояние моего Сира меня волнует чуть-чуть больше. Чем все остальное. Мы должны... Это наша ответственность. Если кто-то... Нет, это не наша ответственность. Если кто-то... Если он не может себя спасти, мы ему точно не в помощь. В помощь не будем. Брингель, я буду спеть, Блэк. По поводу места, которое... Которое ближе к тенец. Это... Вообще, я должен заметить то, что... Так скажем, Intention Funny и наш сейчас, он совпадает. Если мы хотим посмотреть на этого парня поподробнее, в таком случае нам нужно все равно ехать туда. Мы, надеюсь, доберемся до... Вообще, где он лежит? Не знаю, стоит. Что с ним? Хорошо. Хорошо. Я пытался это тебе сказать, пока ты меня не перевел. Конечно. Уж извини. В общем-то, он лежит в секретном убежище нашего Сира. И... Естественно, Фраймин еще не подумал о том, что, возможно, он придет туда, скажем, не в... И не будет нам ожидать увидеть нас с каким-то кровавым ритуалом, который выходит за пределы его кровавых ритуалов. Чтобы провести этот ритуал, мне нужно попасть в свой хэвер. Либо потратить очень много времени на подготовку. Окей, не факт. Поехали туда, давайте заберем птенца. Но я все еще думаю, что нужно нанести визит в джину. Это приоритет, потому что следующее его атака вполне может быть. Что ты скажешь? Ты скажешь, мне сказала Фанни, что ты был охотником? Что ты ему скажешь? Нет, я не буду. Что ты ему скажешь? Тебе я совсем за едиотопринимаю, что ли что? Я цепляю о немецкого вопроса на всех, как ты это узнала. Это да, это очень хороший вопрос, кстати говоря. Он мне сам рассказал. То есть он просто взял и рассказал тебе? Да. Может, он уберет, в конце концов. Так же, как мне, он сказал то, что он геймер. Я не знаю, мне просто хотелось пообщаться с кем-то, кто тоже из Кореи. Окей. Понятно. Он взял с меня слово, что я никому это не расскажу. Я чувствую себя ужасно, что я это рассказываю. О, боже, Фанни, сейчас и пока, подожди. Давай, я понимаю, что вы не хотели нарушать фору. Стой, дай, дай, да, Фанни, ты обрати внимание, что мне он сказал другое. То есть, я думаю, в таких вещах просто так не признаются, за этим ловят и тогда сознаются. Вот как я, например, про Сьюзан рассказал, только когда приперло. Обычно таким не делятся. Он говорит, что он убивал вампиров. Он скажет, что его за это... Тебе скажем, ты пойми меня неправильно. Он скажет, что его за это... О таком не говорят. Ну, хорошо, хорошо. Возможно, он садится. Если кто-то, у кого кто-нибудь умер, я не знаю, у кого преследователи, охотники, еще что-нибудь, узнает об этом. Первое, что он сделает, это попытается его прикончить. Поэтому версия с Виджином, между прочим, иногда попахивает просто уткой. Он может быть действительно опасный, оккультный, страшный вампир. А может быть он просто треплок, который пытается... Может, он действительно остановлен недавно. Может, он действительно кореец, геймеры. И у него еще не отпали все эти штуки, которые отпадают после того, как ты умираешь. Может, он просто пытается подкатить к Фане. Может, он дурак. Мы ничего не знаем. Зато у нас есть одна лазейка. Возможно, тело этого парнишки нам кое-что скажет. Но действительно сейчас... Допустим, мы приведем к нему, и такие заявимся, и говорим, «Эй, ты, щерб, мы знаем, что ты такое, и сейчас мы будем тебя убивать». И представим, что он действительно умеет убивать вампиров. Ты не думаешь, что он всех положит нахер? Ты так уверен в своих силах? «Хорошо, хорошо, ты прав, ты прав, ты прав, ты прав, я согласен, я согласен». Рад, что мы это объясним. Так что давайте съездим действительно до школы. Сколько нам до туда ехать и прочее, прочее, я так полагаю, что минут 40, да? Какие стоят? 20? Ну, 20-30 максимум, дороги пустые. Сейчас ночью вы едете, уже вообще нет машины. Ладно. Нет, ну то есть, в любом случае, нам понадобится... Но она едет со скоростью аутострады. Окей. И потом нам понадобится пробраться в мой хэвен или еще в одно место. Давайте решим на этот раз, что мы не разделяемся. Я, конечно, понимаю, что это может быть более эффективно, но еще на нас надо попасть. Так что, как-то так. Я надеюсь, никто не боится, что нас кинут по коктейль Молотова, и из-за этого мы умрем. Нет, я сходя с тобой согласиться, Блак. Ты абсолютно прав, и мне жаль, что я опять начал упороть горячку, и я едет хотел, я едет. Просто иногда я говорю, что я в мою приходит. Иногда нет. Иногда я прав, иногда нет. Ну, я поеду в всякий фильм. Хорошо, хорошо, хорошо. Собственно, собираю портфель. В портфеле по-прежнему достаточно много полезных вещей. Там всякие краски лежат. Да, да, да. Да. Я читаю. Мне пришла смс-ка тут от Тони. Он говорит, что все ли у нас в порядке, весь город на ушах. А, а еще Ромео говорит, что все подозревают новоприбывших. Больше всего. Ну, тут призву Акама. Самое простое объяснение. И не стоит скидывать его со счетов, между прочим. Мы понятия не имеем, что это за... Смотрите, у нас уже есть подозреваемый Ротан. Ладно. Ротан, да. С Ротаном я бы хотел перейти. Почему бы ему не позвонить? Я пытаюсь позвонить Ротану. А, это нет. Я дурак. Нет, я не буду этого делать. Он что-то не будет знать, что я знаю, что Аджик. У нас есть еще номер телефона, который звонил Нику. Я предлагаю... Я позвоню Ромео из машины, пока прошел его пробить. Я сейчас это делаю. Я показываю ему экраны, что я пытаюсь по телефонному справочнику. Вдруг это стационарный. Нет, это не мобильный. Ну, по-моему, его нет. Хорошо, это оператор какой? Какой-то мобильный оператор. Хорошо, оранжи, допустим. Соус. Оранжи, фотофон, что угодно, whatever. Ага. На самом деле, я считаю, что можно остановиться у первого уличного телефона и позвонить на этот номер. Я бы предпочел узнать, кто на другом конце провода. Прежде чем я не позвонил. Макс, а ты не можешь, не знаю, скажем... Я так понимаю, откуда вы узнали этот номер? С телефона? Он был в телефоне Ника. Телефон был заблокирован, но я вспомнила, как он его разблокировал. Макс, может, ты... Как твоя вот эта вот магия, она работает только когда видишь? Или ты голос тоже по телефону можешь передавать? Мне нужна симпатическая связь. Какая-то. Телефонный номер... У тебя есть какая-нибудь связь с Ником? Нет, с Ником? С Ником... Нет, нет, не думаю. Нет, ну в таком случае нам стоит доехать до Ника. Да, нам стоит доехать до Ника. К чему ты хочешь? Если бы с этого телефона позвонил Ник, вот это было бы куда интереснее. Гудпоинт? Хочу бы не сделать так. У нас очень много причин туда ехать. Ехать оттуда? Дай боже, чтобы мы его там нашли. Хорошо, давайте сделаем перерыв небольшой, если можно. Да, и, собственно, будем возвращать в ближайшее время. Хорошо. Мы делаем небольшой перерыв. А сколько у нас времени? Чего? Можно еще играть и играть. Не, ну, так или иначе, будет где тридцать прошло. Подождите, я не могу... Надо туда доехать и обратно. Да, господи, подождите, я не могу... Я больше всего интересует, вспомнит кто-нибудь про ключ от убежища. Я, конечно, норм подсказываю. Нет, все помнят, все помнят.